Всем привет, с вами Кирилл Саакаст и сегодня у нас Marl Stag Force Сегодняшнее видео будет посвящено у нас обзору на нового героя относящимся к Людям Икс, это Псайлок Немножко уже поиграл за него, как видите, успел выкачать на 26 силу, 10 категория, 6-6-4 Поэтому можно делать уже полноценный обзор на этого героя Герой довольно-таки интересный, конечно, полностью он будет раскрывать себя в паке Людей Икс Потому что все-таки основан этот герой, естественно, для этой пачки Хоть есть тут некоторые фишки, которые можно использовать и без Людей Икс Но полную синергию, естественно, можно раскрыть будет только в этом паке Поэтому давайте начнем Герой относится у нас к героям, к миру, к мутантам, буяны, Людей Икс, естественно, и мастер боевых искусств Первое умение это Псенош На капе наносит, как видите, тут 270% проникающего урона Больше никаких бонусов не дает Но проникающий урон сам себе хорош, потому что игнорируют броню Поэтому особенно бронированные цели будет хорошо по ним дамажить Поскольку у нас герой все-таки относится к буянам Его основная цель наносить урон Но этот герой не только наносит урон Еще он также умеет, за счет второго умения, своего силы телекинеза Наносит энное количество урона Также атакует до трех ближайших целей Также наносит, как видите, все проникающий урон Поэтому дамажить она, так как, как я уже говорил, в бронированных цели будет довольно-таки эффективно И, конечно, из приятных моментов то, что она может снимать с каждой цели То есть, как видите, она атакует одну цель, еще три ближайшие И с каждой цели снимает до двух положительных эффектов То есть можно целую кучу просто положительных эффектов снять Там, не знаю, ускорение, армор Все это она снимает На капе, как видите, бонусов особо не дает никаких, кроме урона Поэтому вкачивать тоже, наверное, нет смысла Более есть у нее интересные умения за апельсинки Потому что апельсинки это все-таки реалитет Как видите, контратаки прерывают цепочку атак Ну, в принципе, как и все атаки, которые у нас идут по цепочке Они почти все прерываются Поэтому, естественно, минус этого скилла Но приятный эффект, что можно снять кучу положительных эффектов Следующее умение Это ультимативная способность Звездные бабочки Переносит она отрицательные эффекты с этого персонажа И с каждого из ваших союзников А с Людей Х снимает еще один дополнительный отрицательный эффект То есть с обычных союзников она будет снимать два отрицательных эффекта А с персонажей Людей Х целых три отрицательных эффекта То есть целую кучу, не знаю, кровотечений на вас повесили Все это она будет снимать И переносить на цель, которую вы будете атаковать Как видите, еще дополнительно наносит 240% проникающего урона И от атаку нельзя избежать То есть, как видите, атака всегда достигает цели То есть целая куча, допустим, висит негативных эффектов Если это умение промаксить Я думаю, это умение стоит промаксить Будем все снимать эффекты с Людей Х То есть все, что там, не знаю, на вас повесили Все будем снимать и на какую-то цель переносить То есть, если против братства играем Там, как вы знаете, Пиро накладывает кучу кровотечений Все эти кровотечения мы просто берем И переносим, допустим, на него То есть там, допустим, с каждой целью с ними по два кровотечения То есть 10 кровотечений мы на него перекидываем Соответственно, это будет ваншот Плюс еще наносит тоже проникающий урон Минус этой способности То, что она через провокацию не атакует Вы не сможете Допустим, если Джиггернаут стоит в таунте Как-то через него направить эту способность Она не будет направляться Поэтому придется, естественно, перекидывать на него Но минус то, что там будут резисты Потому что у него огромное сопротивление Как видите, умение крутое Скорее всего, придется вот здесь максить Потому что все-таки три отрицательных эффекта С Людей Х, либо все Разница здесь, конечно, ощутимая Поэтому это умение очень крутое у нее И за счет этого умения, как уже говорили То, что у нас Люди Х будут контрить братство Как раз и за счет вот этого Потому что братство у нас славится своими дебафами А это будет просто персонаж, который будет контрить все дебафы на корню Минус ульты, конечно, то, что через таунт она не работает То есть нельзя выбрать цель будет Последнее умение Это пассивка ее Это энергетическая подпитка При появлении, когда мы появляемся на карту У нас 50% получить у ворот и контратаку Если прокачиваем за пельсинки Тут можно приглядеться к этому спеллу То есть мы 100% заходим на карту Будем иметь у ворот и контратаку Еще из приятных моментов То, что она получает 1000% к разрушению То есть, скорее всего, разрушение на нее будет не повесить Но, конечно, шанс все остается Хоть 1000% это очень много Но это все-таки там не полный иммунитет к разрушению Поэтому нужно понимать это Также, когда у наших союзников остается 50% хп и меньше Она накидывает на них у ворот и контратаку Как вы знаете, куча у нас персонажей, которые там охранник щита Когда кто-то просаживается Она просто... точнее, кто-то просаживается Он делает автотаун Здесь немножко другая история Здесь она кидает у ворот и контратаку У ворот, как понимаете, будет сохранять на один удар То есть, в принципе, прикольное умение У ворот и контратаку Почему нет? Довольно-таки клевая пассивка Так что можно даже промаксить Но это при старте будет такой бонус дополнительный Ну, давайте посмотрим один бой Как она будет показывать себя против персонажей, которые накладывают дебафы Решил сразу проверить я псалок на арене Как она будет себя показывать Как видите, 50% шанс сработал То есть, она получила сразу ворот и контратаку Этот шанс можно убрать Сделать его стопроцентным Но нужно будет, естественно, тратить апельсинки Здесь, конечно, будете сами уже решать Нужно вам это или нет Все-таки, конечно, умения стартовые приятные Ворот и контратак Это неплохие именно бонусы при старте В первую очередь здесь я взял псалок Для того, чтобы она перекинула все кровотечения Которые, возможно, у наших союзников Именно на самого пира Как видите, давайте посмотрим, как это работает умение Куча кровотечений мы перекинули К сожалению, не все сняли Потому что она снимает по 2 негативных эффекта Если бы это были люди, это было по 3 эффекта Если бы мы качали апельсинки Мы бы перекинули абсолютно все И, соответственно, бы пира на следующий ход бы 100% умер Потому что на нем было бы больше 10 стаков Там, по-моему, 10 было бы То есть это куча урона, как вы понимаете 10 стаков, это, не знаю, какие там цифры будут Как видите, он уже почти умер Но в следующий ход он 100% умирает Так что, конечно, псалок может играть не только с людьми икс Потому что за счет того, что она может хотя бы по 2 эффекта снимать Это, конечно, приятный бонус Но полный потенциал она будет расставать с людьми икс Потому что все эффекты снимать против команд, которые у нас славятся Именно кровотечениями, всякими там дебафами Она будет, конечно, показывать себя на полную Второе меню тоже очень приятное Как видите, он наносит неплохой урон Плюс снимает все эффекты, которые можно снять Поэтому Здесь уже, в принципе, ничего интересного Осталось дело за малым Основное мы дело тут расконтролили Осталось все это добить Поэтому псалок интересный герой И, как уже, в принципе, показывает практика Все герои, которые новые выходят У нас не бывает таких плохих героев Они просто... У них есть какие-то определенные фишки свои Поэтому нужно это понимать Нужно это учитывать Как вы могли увидеть Псалок по своей механике Довольно-таки интересный герой За счет того, что она может снимать с нас негативные эффекты Перекидывая нужную нам цель Исключением, конечно, является таунт Который будет нам мешать Но мы можем перекидывать на него все негативные эффекты Плюс мы можем снимать положительные эффекты Получается некий такой контроль В критических ситуациях наша пассивка будет спасать наших героев За счет того, что мы будем накладывать на нашу цель У ворот Точнее, у нашего соединника у ворот И контратаку Весь урон мы наносим проникающий Поэтому бронированные цели будут страдать Также может Псалок у нас играть не только в людях С людьми Икс Потому что можем снимать положительные эффекты Из по два С каждого соединника И перекидывая на врага Поэтому, как вы видите, сейчас я взял в Миксе ее То есть она там уже себя довольно-таки неплохо показала Правда, конечно, у нее было все-таки 26 тысяч То есть она такой фулл ДПС не может выдавать Потому что все-таки герой у нас относится к Буянов То есть она должна еще Помимо того, что Снимать эффекты Негативные с нас И с врага положительные Еще должна, естественно, носить урон Пока, естественно, урон я не могу раскрыть 26 тысяч на арене, где там все по 50-60 тысяч Каждый персонаж Она, конечно, полный свой потенциал не раскрывает Но за счет того, что может хотя бы минимум снимать Негативные эффекты И перекидывать, естественно, она выполняет свою задачу на максимум Так что герой интересный Как, в принципе, и все новые герои, которые выходят Сейчас, честно говоря, я не помню ни одного героя пока Которые выходили какие-то слабые Потому что слабых героев сейчас невыгодно разработчикам добавлять Потому что они хотят, естественно, на этом подзарабатывать А если будут выходить такие герои, как у нас были, по-моему, Человек-муравей и Оса То есть герои вышли Люди на них посмотрели Поняли, что они так, ну, неплохие, но не топ Как бы и... А здесь герои все, что уходят Они прямо реально сильные Вспомните там Минерву Вспомните, не знаю Даже Ваканду пак взять Хотя бы Не сказал бы, что топовая Но такой отличный такой пак Который может и хорошо себя показывать Как и в войне Против него неприятно играть И также показывать себя в рейдинге, естественно, хорошо Здесь сейчас Люди Икс будет выходить Это будет, скорее всего, естественно, новая мета-пак Потому что от нее как-то будут все должны отыгрывать Потому что там будет какой-то у нас имбовый феникс Нужно, естественно, будет смотреть, когда он уже выйдет полностью И полностью посмотреть весь пак Что, в принципе, естественно, этот пак может Но герой, как минимум, интересный Стоит его, естественно, прокачивать Потому что сейчас в войне она стопудово вам пригодится Как и большинство героев, которые выходят Но также, если вы хотите получить Люди Икс И уже, там, не знаю, собрали всех персонажей Которые нужны именно на 6 звезд Я пытаюсь все Убийцу Руки собрать У меня пока 5 звезд Еще, по-моему, что-то 195 осколков надо на нее То есть шансы, конечно, есть Но я прям стараюсь, чтобы получить этот пак Потому что Люди Икс Это пак, который мне очень нравится Поэтому, естественно, я буду фармить Вы уже сами посмотрели, в принципе, ее основную механику Можете сделать сами какие-то выводы про этого героя Вам я показал основные ее фишки Что она, в принципе, может Если как-то вы что-то не понимали Поэтому смотрите Думайте, нужна ли вам она или нет Следующее видео будет, скорее всего, посвящено Обзору на Колоса Скорее всего, получу я в налете Конечно, не буду загадывать Если будет время, надеюсь, его выбью Сделаю на него обзор, как на Псайлок То есть выключу хотя бы на 25 тысяч Что можно было хоть какую-то уже о нем составить свое мнение Либо буду делать обзор на темное измерение На второе, на страх темноты Какие герои там максимально актуальны Какие стоит в первую очередь прокачивать Чтобы там себя максимально комфортно чувствовать Либо буду показывать, как я прохожу Прошло где-то 50 с чем-то процентов Естественно, могу уже какие-то выводы сделать Сегодня у меня все Не забывайте подписываться в группу ВКонтакте Также оставлю ссылочку на группу в Дискорд И, естественно, подписывайтесь на мой канал Ставьте палец вверх Каждый лайк ускоряет дату следующего выхода видео Если это видео наберет 100 лайков Естественно, она максимально ускорит Я буду, естественно, работать еще быстрее Чтобы снять для вас какое-то видео Поэтому всем спасибо Подписывайтесь на канал Всем удачи Субтитры сделал DimaTorzok